Так, всем привет, меня зовут Ксения, только что снимала для вас видео про свои источники дохода, вы, скорее всего, его посмотрели еще вчера, потому что сегодняшнее видео вышло сегодня. Ну, я практически тупая блондинка, поэтому не обращайте внимания. По многочисленным просьбам хочу вам рассказать, как пользоваться сайтом Binance Futures, то есть как здесь открывать сделки, куда смотреть на доход, как их закрывать и так далее. Итак, смотрите, по ссылочке в описании вы можете зарегистрироваться на данной криптобирже и получить скидку на все свои комиссии. Я допустила ошибку в свое время, я зарегистрировалась по прямой ссылке, поэтому на комиссию у меня теперь очень много уходит, я не думала, что это будет настолько существенно. Смотрите, вы попали на этот сайт, вот здесь нажимаете и начинаете выбирать монеты, то есть активы, которые вы хотите проанализировать, посмотреть, найти ситуацию. Я, как правило, беру самые волатильные монеты за сутки, то есть те монеты, которые больше всего просели или больше всего выросли за прошедшие 24 часа. Вот, выбираю себе такую монеточку, она у меня открывается и я приступаю к анализу. Вот здесь вы можете менять таймфрейм свечей, то есть каждая вот эта свеча, она имеет определенный таймфрейм. Сейчас включен 5-минутный, то есть каждая свеча это 5 минут времени. И на каком таймфрейме вы проводите анализ, вы просто все это меняете. Вот здесь так же, как на сайте TradingView, там ставите линии, например, вот уровень сопротивления, вот уровень поддержки. Просто начинайте проводить вот так анализ. Смотрите, вот здесь вы выставляете значение плеча, не рекомендую ставить плечо больше 20, и то 20 это только для опытных трейдеров. Лучше всего тренироваться там с плечом 2, 3 и так далее. Но моя стратегия торговая, которая мне приносит такой доход, она строится на 20-м плече, вот, поэтому я выбираю 20-е. Здесь вы выбираете режим маржи, то есть у нас есть перекрестное, когда в теории, если вы не выставите стоп, в вашей сделке может быть задействован весь ваш депозит. И изолированное, когда вы выделяете конкретный процент от депозита в маржу, и все, больше вы не потеряете. Опять же, дабы избежать вам каких-то косяков, я рекомендую выбирать изолированную. Вот здесь вы выставляете значение либо лимитное, как вы хотите открыться, либо по рыночной цене. Моя стратегия подразумевает по рыночной, то есть открыться в данный момент времени, по какой бы цене там сейчас актив не стоил. Я даже вот здесь откроюсь, просто чтобы показать. Блин, не успела. Лимитка это когда вот вы хотите, например, открыть сделку от данного уровня, вы пишете сюда 1, там 3, 5, 3, 1, выставляете количество, то есть объем сделки и нажимаете там, если вы хотите зайти на понижение, нажимаете продать шорт, если вы хотите зайти на повышение, нажимаете купить лонг. В каком формате все это вообще, ну блин, давайте я даже поставлю сейчас 50-е плечо, 25%, по рынку я открываюсь и я захожу в лонг. То есть я открылась на повышение, вот здесь открылась моя сделочка и теперь я хочу выставить тейк и стоп. Стоп я выставлю вот здесь, то есть 1, 3, 4, 5, 4. Я потеряю 3 доллара, если цена коснется стопа. Теперь я хочу выставить тейк. Тейк, например, я хочу выставить вот у данного уровня. Я передвигаю уровень, смотрю значение 1, 3, 6, 2, 5. Жму вот сюда вот, 1, 3, 6, 2, 5. Если все по плану, я заработаю 12 долларов. Вот здесь во вкладке позиции вы можете видеть, какая позиция у вас открыта. То есть у меня данная монетка открыта на покупку. Вот здесь показана сумма маржи, которая у меня выделена, у меня выделена изолированная. То есть если бы я не поставила стоп, то максимум бы я смогла потерять вот эти 24 доллара. Так как я поставила стоп, максимум я могу по нему потерять 3 доллара. Я открылась, кстати, на пробитие данного сопротивления с потенциалом движения до данного сопротивления. То есть вот он. Но поставила тейк ниже немножечко уровня, потому что цена может не дойти до тейка. Участники рынка тоже не дураки, они так же, как и вы, видят эти уровни. Лучше подстраховываться и ставить немножечко ниже. И вот здесь вы можете наблюдать. Если вы хотите закрыться в данный момент времени по рыночной цене, то есть вот с этой прибылью, вы нажимаете кнопку рынок. Но имейте в виду, что пока вы нажимаете, цена может отскочить в ту или иную сторону. То есть вы можете как и меньше получить, чем у вас здесь, так и больше. Потому что на обработку тоже уходит какое-то время. И это не моментально. Вот наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте. Я такая. Так, ну в принципе, 2 долларов 70 центов мне достаточно. Я хочу закрыться. Я зафиксировала прибыль, закрылась по рынку. Все. Также опять потом хотите посмотреть другие монеточки, переходите там, смотрите другую монетку. Проводите анализ. Так. Так, нисходящий тренд, возможно, идет на разворот и так далее, не вижу точки и так далее. Но в случае, если вы здесь увидели точку, вы там провели анализ, проставили уровни, от которых вы хотите, там, на пробитии или от которых открыться. Также выставляете плечо, с которым торгуете. Рекомендую, опять же, не больше там 2-3, если вы новичок. И если вы уже опытный пользователь, то не больше 10-20. Выставляете плечо, выбираете режим маржи. Вы обязательно на каждом вообще, на каждом активе, на котором вы работаете, обязательно проверяйте значение плеча, который у вас стоит. И также можете все выставлять, там, либо от какого-то уровня конкретного, когда сделка откроется автоматически, там, выставляете этот уровень в данном окошке. Здесь выставляете объем. Кстати, очень многие люди путают объем с маржой. То есть очень многие люди, там, говорят, не рискуйте, там, тремя процентами от депозита и так далее. Объем сделки это другое. У меня в прошлой сделке, которую мы открывали, был объем сделки в 25%. 20 с чем-то долларов, плюс это умножаем на 50-е плечо. Но суть в том, что стоп стоял там, где я потеряю не больше 3-х долларов. 3 доллара от моего депозита это плюс-минус 1,5-2%. Это нормальный, хороший money management. Важно, где вы выставили стоп. Не важно, какая у вас маржа, какой у вас объем сделки. Объем сделки это объем, на который вы просите купить биржу от вашего имени крипты или продать. То есть вы просите их купить там 10 биткоинов от вашего имени и они просто проводят эту сделку. То есть они покупают 10 биткоинов и неважно там, какой объем у вас задействован. Например, у вас там, вы берете 25% от своего депозита, в объем сделки там берете плечо 10. И там выходит, что своих денег вы берете 25 долларов, а там биржа еще умножает это на 10. То есть вы просите от вашего имени, чтобы там биржа купила там биткоинов на 250 долларов. Это объем сделки. То есть на какой объем. И тут уже, где вы вставляете стопы, тейки и так далее, вы видите, какой частью депозита вы рискуете. Да и по сути все очень просто. Чтобы на этом зарабатывать, вы зашли на площадочку, у вас должна быть своя стратегия. Вы должны знать, куда вы хотите открыться там вверх или вниз, на какой объем, где вы ставите тейки и стопы. То есть по сути вам осталось вот с нынешними, так скажем, знаниями, с нынешним видео, разработать свою торговую стратегию. Она у меня есть в курсе, кстати. Беспроигрышная стратегия, если что, информация по ссылочке в описании в телеграм-канале. Очень советую, настоящий шедевр. Вы должны разработать свою торговую стратегию, свою там систему мани-менеджмента, понимать, где ставить тейки и стопы. И все, по сути, вы можете скальпировать. Таких сделок вы можете совершать просто там сотни тысяч в день, так скажем. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошее настроение, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok